В эфире Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, у микрофона Яков Кротов. 5 марта в российской истории дата всегда своеобразная, потому что это день смерти Иосифа Виссарионовича Джугашвили Сталина. Для одних откинул копыта усатый, таракан – величайший праздник для многих скорби. В свое время, то есть в 1953 году, иерархи Русской Православной Церкви не одни-одни служили панихиды по Сталину. Насколько это было добровольно? Собственно, давайте этому и посвятим сегодняшнюю программу. Сталин, сталинизм, его наследие, насколько это все живо в современной России. У нас в гостях двое русских православных священников. Только один несет свое служение в Италии, отец Владимир Зелинский в Бреши, ну вот, сумел приехать в Москву. И отец Всеволод Чаплин, настоятель храма преподобного Федора Студита, который у Никитских ворот в Москве. Так как, служили панихиды? Да, и говорили достаточно хвалебные речи. Я не считаю, что в этих речах было что-либо антихристианское. Более того, эти речи стали частью, если не предания церкви, то церковного наследия. Вы знаете, церковь ведь общалась даже с гонительской властью, с римскими императорами и отдавала им некую честь. Общалась и с османскими властями, которые жестко гнали христианство. Со Сталином церковь общалась, ну вот, один практически раз, по крайней мере, известно достоверно об одной встрече церковных иерархов в 43-м году со Сталином. Дальше общались уже чиновники, которые Сталином были назначены. И не случайно, и тогда, и сегодня многие говорят, и среди духовенства, и в церковном народе, что в Сталине и в его периоде правления были плюсы и были минусы. Атец Владимир? Видите, прежде всего я хочу сказать, что я ничего не хочу сказать против православной церкви в России. У нас программа о сталинезме, как можно при этом что-то сказать против церкви? Мы разговариваем по поводу частных случаев, связанных с панихидами после смерти Сталина. Ой, панихиды это для начала. Но если мы возьмем текст этой панихиды, если мы возьмем личность этой, о которой служили панихиды, то они совершенно не входят ни в какое, они рядом не могут находиться. Эти слова, это сказать, упокой Господи, где же правильные упокояются и так далее, со святыми упокоят, и так далее. Можно служить какие-то молитвы, могут быть, конечно, естественно, всякий человек, который умирает, достоин какой-то молитвы. Но не той молитвы, которая входит в панихиды. Это первое. Второе. У меня тогда некоторое недоумение, потому что на самом деле те люди, которые так жаждут, чтобы их родственников, любимых отпели в храме, они плохо понимают, что, собственно, поют над гробом, а над гробом поют не очень лицеприятные вещи. Не поют, какой хороший был человек, а поют, что упокой Господи душу, потому что согрешил, а тут робы, и, в общем, сплошное опрощение грехов. Но в то же время усопшие именуются христолюбцем, о нем мы молимся как о члене церкви, при том, что часто отпевание совершается над людьми, которые, ну, едва, может быть, в Бога верили, а часто просто нет. Это были крещеные люди. Спрашивает священник или тот, кто оформляет отпевание, был ли человек крещен, ему говорят да. Был ли он верующим, обычно не спрашивают. И какая-то двусмысленность бывает довольно часто, не только в случае с отпеванием Сталина. Я согласен с тем, что чин погребения, то есть отпевания и чин панихиды к явно неверующим людям не совсем племеним. Может быть, какой-то нужен особый чин. Сталин, ведь, насколько я знаю, не раскаялся в собственном атеизме. Есть какие-то разговоры, да, есть воспоминания одного из адъютантов, что он молился, что у него были иконы. Есть какие-то разговоры о том, что якобы он исповедовался, но ни одного факта, подтверждающего, что Сталин перестал быть атеистом, на самом деле нет. Что касается Сталина, именно вот этой конкретной личности, то я считаю, что в церкви забывают об одной очень важной детали. Что Сталин имеет конкретный, можно сказать, конкретный чин в христианской церкви. Это чин апостата. То есть тот, кто отрекся публично от веры и всю свою жизнь посвятил, чтобы с этой верой бороться. Это вы, Игорь Васильевич, я не помню, чтобы он публично отрекался, и он не боролся, и он строил счастье для всего народа. Разумеется, мы не будем подбирать все заседания политбюро, но количество уничтоженных христиан, епископов и так далее, которые никем не оспариваются, это само собой разумеется. Он апостат. И, понимаете, если мы вспомним о том, как относились отцы церкви, скажем, Василий Великий к своему другу или, так сказать, почти соученику, Юлиану, отступнику, который не сделал тысячные доли того, что сделал Сталин, даже миллионные доли не сделал тех преступлений, тем не менее суровость их, она, так сказать, переливала через край. Сталин все это, так сказать, он не просто был атеист, он был, так сказать, отступник. И к этому отступник, это особое положение в церкви, который, так сказать, не может, скажем, он не может переступать порога церкви. Вот это серьезный вопрос. Смотрите, отречение формального от веры, может быть, мы в документах, касающихся Сталина, и не найдем. В деятельности атеистической и богоборческой тогдашней коммунистической партии он участвовал, он был ее фактическим главой. Но, смотрите, что происходит. Ведь и христианские правители иногда гнали епископов и священников, иногда гнали монахов, иногда уничтожали, очень часто уничтожали своих политических противников. От этого они апостатами не стали. Церковь не отлучила их за то, что они иногда применяли репрессии об духовенстве, и уж, конечно, применяли репрессии к своим политическим противникам. А когда они становились на сторону ереси против истинного христианства, церковь их осуждала. Но за сами по себе репрессии они не осуждались. Нет, но дело в том, что когда преследуется церковь, вообще все религии, вообще всякая религиозная жизнь, которая происходила на территории, скажем, Советского Союза, то об этом говорить, что отступник он или нет, уже не имеет смысла. Минуточку. Отец Владимир, тут я даю справку как историк. Вот уже была упомянута встреча Сталина с верхушкой, с верховным руководством Московской Патриархии в сентябре 43-го года. И после этого началось возвращение части духовенства из ссылки. Ну, самый яркий пример Владыка Лука, Бойный-Ясенецкий, автор учебника гнойной хирургии. Началось восстановление, возвращение храмов и началось выделение пайков сразу для епископов. Для патриарха был выделен правительственный автомобиль, традиции, который не видает по сей день. То есть это же уже трудно назвать апостат. При этом продолжалась патриархическая пропаганда, при этом продолжалось, так сказать, насилие над священнослужителями. Но я хочу вам сразу сказать, что с моей точки зрения наш разговор с самого начала пошел не в ту сторону. И он всегда идет не в ту сторону. Всегда у нас так между тремя русскими патриотами. Он всегда идет. Или тремя русскими либералами. По той причине, что начинается обсуждение личности Сталина. И сколько он там погубил. И вот сразу возникают две позиции. Один строитель державы, в другом смысле посрошитель державы, скажем так. Или, по крайней мере, ее население. И принципиальная ошибка такой точки зрения заключается в том, что дело не в личности Сталина. Мы не должны ее вообще обсуждать как нечто самое важное. Дело в системе. А система, это была, так сказать, это была система ложной веры. Если бы без Сталина был Троцкий, или Ленин бы дожил до 40-х годов, было бы что... Было бы то же самое, различие было бы в стиле. Более того, даже если был Бухарин, который такой мягкий, который был такой любитель поэзии. Но он сказал, тем не менее, именно Бухарин, что у нас только две партии, одного власти, другая в тюрьме. И если ему дать всю власть, это же смешно. Конечно, таких репрессий бы не было. Но дело заключается в том, что логика системы подводила к тому, что должны быть массовые репрессии. Или система должна была отказываться, откатываться назад. И вообще перестать быть этой системой, которая была, то есть идиократией. Или она должна быть ее, так сказать, закрепить, ее спаять кровью. И вот это любой, так сказать, правитель так поступил, как было бы во время французской революции, как это было бы в других революциях. Это было необходимо пройти было через этот этап. То есть вы связываете репрессивную систему с безбожием. Но при христианских государях часто также головы летели очень... Я должен сказать, что безбожие вообще, это, скажем, одна из немногих честных сторон этой системы. У вас это прозвучало почти как положительная сторона. Это не положительная сторона, но она, по крайней мере, была искренне. Вот в этой системе, в своем безбожии, эта система была искренна. Во всем остальном, она не то, чтобы она даже врала. Она просто изобрела собственную реальность. Вот в этой собственной реальности все те понятия, которыми мы оперируем, например, понятие свободы, понятие выбора народа, понятие суверенности, понятие, так сказать, даже понятие вождя, все было принадлежало какой-то сверхреальность или реальность. Все было извращено с самого начала. В любой политике есть элемент лицемерия. Когда нам современные западные страны говорят о том, что они строят свободу, строят демокрацию, и вместо этого получаются псевдоисламские чудовищные режимы. Когда нам говорят, что человек является творцом своей судьбы, в то время как на самом деле его судьба определяется крупными финансово-экономическими центрами глобальными. Это ведь тоже лицемерие. Да, коммунисты советского периода говорили о том, чего не было в реальности, но сначала, по крайней мере, участие из них была некоторая идея, в которой они были по-своему честны. Это была идея безбожия, это была идея построения царства Божия на земле человеческими средствами. И на этой идее в общем режим прожил, ну, по крайней мере, до 50-х, 60-х годов. Вот в конце 70-х и 80-х уже в коммунистическую идею никто не верил. Люди жили вещами материальными, люди жили карьерой, люди жили демагогией, какими-то надеждами на политические изменения. Но идея к этому времени протухла. Но при Сталине она, наверное, была еще жива. Это была западная идея, заметим. Верил ли в нее сам Сталин? Большой вопрос. Думаю, что все-таки нет. Презумпция невиновности. Под конец жизни вряд ли. Вы сказали два тезиса, по крайней мере самых важных. Но я отвечу на оба эти тезисы очень кратко. Да, действительно, существует лицемерие, безусловно. Но против этого лицемерия вы всегда имеете возможность возразиться. А я думаю иначе. У меня вот такая точка зрения. А представили ли такое возможности по всему миру? Даже сейчас в России не так много возможностей, чтобы выразить свою точку зрения. Это первое. Мы сидим, говорим, что думаем. Второе, что касается... Тут я прошу прощения, прервусь и даю справку. С 2012 года радио «Свобода» лишена выхода в прямой эфир. И вообще лишена практически выхода в эфир. Так что в основном нас слушают теперь только по интернету. Для современного поколения это ничего, но все-таки это существенная деталь. А сейчас все слушают по интернету. Ну, в России тут и по обычному телевизору можно поймать. Второе возражение. Я его ожидал, я его часто слышу, что вот люди не верили в эту идею, они пережили карьеру и так далее. Прекрасно, так оно и есть. Эта система прекрасно, построенная на идеях, прекрасно может существовать без веры в эти идеи. Какое-то время, ну, четверть века, скажем. Ну, у кого как. Так и получилось. Мы посмотрим, мы посмотрим вот сейчас на ситуацию Китая, Вьетнама, это коммунистические страны, Куба и так далее. Ну, вот они существуют, они очень, так сказать, как-то удачно из этого выползают, не обрушиваются, как в России. Ну, так значит, они из этого уходят. Нельзя построить, вообще, так сказать, такую огромную такую империю на ложной вере. На ложной вере, причем обязательной ложной вере. Немножко, отец Владимир, прошу прощения. А что, нужно строить империю? И для этого можно использовать веру? Хорошо, я неудачно выразился. Нельзя построить вообще общественную жизнь, скажем так. А вера, чтобы строить общественную жизнь? Или отсюда. В том числе для этого. Нет. Как говорил Воланд, вы сообщили мне, очень важную, ценную для меня информацию. А зачем тогда для христианина общественная жизнь, если она не основана, по крайней мере, в его частном случае, на его вере? Веру от жизни отделять довольно странно. На вере или на отсутствие веры. Понимаете? Но эта вера была обязательной. И вы не могли от нее уклониться. То есть вы не могли, например, пойти голосовать. Там в конце можно было там взять, открепить неразолон, убежать и так далее. При той системе, которая достигла своей зрелости целиком и, так сказать, своего полного развития при Сталине, это вы не, так сказать, уклониться от этого нельзя. И даже самые святые, чистые и наивные люди, тем не менее, должны были голосовать за смерть, так сказать, этих фашистских приквастей, которые в 1937 году и так далее, после этих процессов. И подписывать там стокгольмское заявление в защиту мира. Потому что в защиту мира, ну как? И так далее, и подписывать все, что хотите. Это, без этого, уклониться от этого было нельзя. Понимаете? Здесь где-то в 1968 году еще можно было уклониться от подписания, от поддержки ввода войск в Чехословакию. Но это было, я помню, это было еще достаточно трудно. Но уже было можно. Но вот поскольку эта система всегда, она постоянно разъедается, разъедается, разъедается. И потом, в конце концов, кто-то приходит в вождь, который хочет привести систему в согласие со здравым смыслом и с реальностью. Сейчас построить социализм с человеческим лицом, сейчас некоторые пытаются строить специализм с человеческим лицом. А то, что я вам перфекту, то, чего нет, или то, что есть? То, что есть. Так вы сказали, что пришел в вождь. Еще очень важный тезис, который я хочу, чтобы успело в наше время вместить, это тезис, потому что я недавно прочел, это постоянно повторяется, но недавно прочел очень забавное стихотворение, вот что сделал Сталин и что сделал Ельцин. Вот Сталин посол могучую державу, ракета, то да и все, а Ельцин усвоил бандитов, миллионеров и так далее. Но почему-то никто не понимает, то, что сделал Ельцин, как бы отрицательно не оценивать его правление, его лично или лихие 90-е годы в целом, это последствия Сталинства. Это одно вытекает из другого. И это не может кончиться иначе. Вот когда ты, так сказать, скрепляешь империю кровью, сначала, так сказать, насилуешь, мучаешь, так сказать, устраиваешь ГУЛАГ, потом, в конце концов, через какое-то время, приходят лихие 90-е, еще какие-то, слава богу, что не пришла гражданская война, которая вполне могла сюда, в нашу Россию, изобрести. Но тогда почему не кончилось крахом дело Иоанна Грозного, дело Петра Первого, которое кровью пролили немало? Потому что Иоанн Грозный здесь уже как историк во мне пробуждается, я занимаюсь историей русского дворянства с 56-го, 1556-го по 1622-й годы. Ушла династия, но осталась страна. Дело в том, что история Иоанна Грозного закончилась крахом, смутное время, это полный крах всех социальных институтов, это гражданская война. Это вот именно лихие 90-е годы, но гораздо хуже. Ну, не придем, насколько вследствие его политики или нет, можно спорить. Мы что делаем 22 января каждого года? Молимся о митрополиту Филиппу. Лихие не 1600-е годы, лихие 1560-е годы. Лихо это опричнено, когда вырезают пол Новгорода и пол Пскова. Что мы с вами? Вот оно крушение. Да, но все-таки страна сохранилась. Да, смутное время. Насколько вследствие действий Грозного или вследствие того, что победила некая позиция ему скрытая, это отдельный вопрос. Да Господь душу прибрал. Отдельный вопрос. Посмотрите, Петр Первый тоже довольно много пролил крови, но что-то выстроил. Мне не нравится слово «довольно». Ну, так или иначе много, да? Но вот смотрите, не все режимы, которые были основаны на жесткой борьбе с внутренней оппозицией, быстро пали. Некоторые как раз вполне себе утвердились. Современный Запад, на самом деле, если вспомнить Великую Французскую революцию, так называемую Великую Французскую революцию, как я всегда говорю, достаточно стабилен. Хотя в крови было пролито тоже достаточно много. Да, первый вариант государства, который возник после Французской революции, пал. Но потом, через какой-то период проб и ошибок, это государство вновь возникло. Республиканское государство. И, несмотря на пролитую кровь, утвердилось и утверждается достаточно долго. Почему мы сегодня спорим о Сталине? Почему его так боится наша интеллигенция? Она боится репрессий, она боится повторения жестких мер в отношении внутренней оппозиции. Или в отношении тех, кто сегодня имеет власть, а потом потеряет власть. Ведь люди, которые находятся сегодня в России в коридорах власти, они тоже очень напряженно думают, поверьте мне, что с ними будет после Путина или после нынешнего варианта российской государственной системы. Сталина боятся потому, что боятся репрессий. Не противоставляете себя интеллигенции? Вы тоже интеллигенции. Я тоже интеллигенции, конечно, да. И, слушайте, в каком-то смысле я выходец из либеральных кругов. Вот мы с господином Кротовым общаемся достаточно давно. Так вот, вся интеллигенция, включая отчасти меня, конечно, постоянно думают. Что с нами будет, если начнутся на настоящей репрессии? Но почему вот эта боязнь репрессии у нас увязывается с неким околохристианским посланием? Большой вопрос. Христианские государьи часто осуществляли репрессии. Слушайте, Бог осуществлял репрессии, посчитаем Ветхий Завет, Бог прямо уничтожал большое количество людей, которые препятствовали утверждению или распространению истинной веры. То есть вы считаете, что Сталин богоподобен благодаря репрессии? Я говорю о том, что репрессии вовсе не являются особенностью сталинского режима. Они достаточно типичны для современной политической жизни, и уж тем более для политической жизни прошлых веков. Сегодня, может быть, по прямых репрессий в мире не так много, если говорить о Европе, о Северном Полушале и в целом. Хотя мы имеем сейчас так называемый ДАИШ, который запрещен в России. Но вообще действия, связанные с борьбой с политическими противниками, достаточно типичны для самых разных правителей, исповедовавших разные идеологии, в том числе христианскую веру. Это не снимает ни в какой мере его... Не снимает. То, что Сталин виноват в смерти невинных людей, это однозначно. Это не снимает проблемы покаяния, это не снимает проблемы ужаса, который мы вправе перед этим испытывать. Я напомню слушателям, эта программа «Радио Свобода» выходит к годовщине смерти Иосифа Васильевича. Но мне бы хотелось все-таки действительно говорить скорее о наследии сталинизма и о некоторых общих принципах, чем о конкретном правлении. И у нас в гостях отец Владимир Зелинский и отец Всеволод Чаплин. Вы понимаете, вот я читаю, позвольте себе процитировать отца Всеволода, 2012 год, когда были выборы, что переход от одного главы государства к другому совершается мирно, нравственно, и сегодня нельзя не воздать должного нынешнему президенту, его терпению, мудрости, благородству. «Новоизбранному президенту да даст Бог успеха, мощь этой личности, очевидной народной доверии, беспрецедентной подлительности в истории российского народовластия». Конец цитаты. В Италии вы встречались с такими апологиями в адрес кого любые из итальянских политических деятелей, отец Владимир? Не помню. А это вообще мыслимо? Нет. Почему? Ну, другое отношение к власти, понимаете? Ну, власть в себе... В смысле? В Талине нет. Она очень хорошо работает. Это не власть. Вот она работает, но она не имеет никакой, так сказать, никакой харизмы вокруг себя. Вот никакого нимба не образовывается. Значит, не власть. Власть без харизмы — это не власть. Власть без идеи — это не власть. Власть, не способная вести людей на великие исторические совершения — это не власть. Это мелкая техническая обслуга. Вот в России власть должна быть другой. Только в России или в России? А что она называется великие исторические совершения? В настоящем христианском мире власть... Сейчас по очереди от всех. Простите, да. Великие исторические совершения. Ну, какие? Ну, какие, так сказать, снижение цен на нет, скажем, или там больше занятость. Это главное... Перестройка всего мира. Перестройка всего мира. Экономическая, политическая. Вот только ради такой цели вообще России стоит жить. Жить ради денег, жить ради каких-то мелких вещей, ради нефти там и так далее, цен на нефть. Это так глупо, это мелко. Сейчас можно тогда я выдам еще одну цитату из отца Всеволода. Значит, это декабрь 2014 года. По-моему, это как раз вот к тому, о чем вы говорите, и к тому, что... А дальше, что он был другой. Да нет, тот же самый. Ну, пожалуйста. Ну, что же, что... Он был важный человек в системе. А сейчас он свободный человек вне системы. А был немножко помоложе. Уж не знаю. Ну, я как-то полагаю, что интеллигентный человек не меняет своих убеждений с должностью. Эти слова, кстати говоря, которые вы сегодня пропортировали, считаю очень правильными до сих пор. Вообще, лучше всего это передача власти от монарха к наследнику. Без всяких выборов. Ну, или к наследнице, можно? Или к наследнице, или к наследнику. Вот, когда власть передается без революции, без убийства, без какой-нибудь скандальной отставки, без бунта и так далее. Вы нехорошо сейчас... Это лучше, чем бунты и революции. Да, но вы нехорошо дозвались об Италии. А у вас бы устроился все-таки вариант первого столетия. Вот принципат первого столетия, когда наследника усыновляли. Это можно? Возможно, даже избрание императора, но... Вы делаете шаг назад от своих принципов. Нет, тем не менее, понимаете? Мы не живем все-таки в идеальном мире. Мы можем рассматривать разные политические системы, разные сценарии. Мне кажется, что выборная монархия – это возможная сегодня вещь. Но, в смысле, передача власти, в смысле, мягкости передачи власти, в смысле, стабильности власти – это следственная монархия, конечно, лучше. В этом смысле можно сказать, что Россия продолжает жить в сталинизме, потому что как при кончине Сталина передача власти была осуществлена, в общем, мягкая уж точно без голосования, так и дальше, в общем, так он ушло за грустным исключением передачи власти от Михаила Сергеевича Бориса Николаевича. Ну, потом, в основном, надеюсь, норма. – Хочешь плохого-то в этом? – Слушайте, конечно, стабильность есть власти. – Я не говорю, что плохо, это сейчас Владимир что-то против сталинизма имеет. Вот вы говорили про Петра, потому что он про, так сказать, массу крови. Действительно, это так. Я хочу просто маленькую вставочку, такой экскурс, провести цитату из Волошина, когда Петр, умирающий, пишет завещание «Отдайте все», и, значит, судьба дописала распутанным бабам с хахалем их. И так продолжается, это был XVIII век, в общем, так сказать, это завершение дела Петра. Ну, оставим Петра. – Я напомню другую цитату из Волошина о Петре Алексеевиче. «Царь Петр был первый большевик». – То есть, Петр был первый большевик. – Наследие сталинизма, вы спрашиваете. – Я не говорю, да. – Что главное в наследии сталинизма? Это глупость. Глупость. – Так, простите. Вот я глупый, я не очень понимаю, в каком смысле. – Глупость заключается в том, что фигура Сталина отрывается от его системы и от эпохи. – Так. – И вот, так сказать, вот как бы нам сейчас такого. – Хорошо, мирная передача власти. – Я уже не говорю про все остальное. Вот это просто, так сказать, классическая позиция глупости. Которая без всякого понимания, так сказать, роли Сталина в этой эпохе и возможного Сталина в нашей эпохе. – Так, дайте я все-таки тогда процитирую все-таки от Савсевода. Значит, декабрь 2014. К вопросу о призвании России к перестройке мира. Не случайно мы часто ценой собственной жизни останавливали все глобальные проекты, которые не были согласны с нашей совестью, с нашим видением истории и, я бы сказал, с божьей правдой. Это наполеоновский проект, это гитлеровский проект. Остановим и американский проект. Восконцательный знак. Конец цитаты. Это сталинизм, нет? Величие Руси. – Зависит от того, как собирается останавливаться американский проект, с помощью оружия, ракеты-носителей, так сказать. – Еще одна цитата из этого. – Лучше мирно, но вообще любые средства хороши. Вы знаете, что, я не понимаю, при чем здесь сталинизм. – Ты, извините, о чем все, я скажу. – А капитализм, современный финансовый капитализм хуже сталинизма. Вот я в этом совершенно убежден. Он убивает людей, он лишает людей власти, он тоталитарен до крайней степени Федрезерв, ведь никто не избирает и никто не контролирует. – И политкорректность. – Федрезерв является основной экономической властью в мире. Он не подконтролен даже американскому правительству. Так вот, в этих условиях, на самом деле, те, кто пытаются предложить другой глобальный проект, альтернативный глобальный проект в экономической области, в политической области, это как раз не сталинисты, а те, кто оппонирует самому страшному на сегодня тоталитаризму. То есть это борцы за свободу. – Отец Владимир, можно ли сказать, что исторически сталинизм вел антизападную, антиамериканскую, антикапиталистическую пропаганду? В этом смысле то, что сказал отец Всеволод Ненова. – Нет, конечно. – Вы это не считаете сутью сталинизма или как? – Нет, но это вот, понимаете, прежде всего, суть сталинизма – это, так сказать, колоссальное созерначение власти. – Для чего? – Но если эта власть используется для борьбы с американским капитализмом… – Вот сейчас Федеральная резервная система и вообще западная экономическая элита – это колоссальная концентрация власти и денег. – Действительно, чем в этом смысле Рузвельт отличается от Сталина? – Не Рузвельт, а… – Трумэн. – Мировые финансовые круги. – Жадомасоны. – Мировые финансовые круги, это вы сказали. – Родшир. – Это вы сказали. – Ну, я историк, я привык называть вещи со своими именами. – Ну, пожалуйста, почему нет? – Разумеется, эта власть существует, но этой власти вы всегда можете сказать – нет, ваше индивидуальное право. Вы можете жить так, как вы хотите, при любой власти, вот этой власти финансового круга. – Могу ли я ее смирить? Вот в чем вопрос. – На что? – Говорить о ней можно что угодно, но можно ли ее заменить более, если хотите? – Какой? – Продолжите, предложите альтернативу. – Предлагаем. – Какая? – Отказ от банковского процента, экономика не основана на ростовщичестве. Вот если Россия сможет создать другую мировую экономику, за ней сегодня многие пойдут. И это не стерилизм, а это как раз будет борьба за свободу. – Вы правы в своей критике, как всегда, так же, как правы всегда были коммунисты, когда они до прихода к власти. Но то, что они строили потом, это все равно как чему лечить грипп. – Понимаете? – Ну, вот вопрос. – А, прошу прощения, разве социалистическая, сталинская экономика разве не была альтернативой западной экономике? И не велась, как гитлеровская экономика под лозунгом борьбы с засилем мирового капитала? – Если мы возьмем теперешнее российское общество, которое очень сильно антизападное. – Тем не менее, западные недостатки в российском обществе выражены гораздо сильнее, чем на Западе. – Согласен. – Понимаете, я на Западе живу и знаю, могу утверждать, что это довольно человечный мир. – Воровство элит, неискренность политиков, коррупция. – Они приходят и уходят. – Глупость массовой культуры. – Воровство элит или мощь личности? – Личность должна быть настолько мощной, чтобы элиты при этой личности не воровали. Вот тут мы как раз можем поговорить о будущем России. – Отец Владимир. – Вот о будущем России. Какая личность могла бы остановить здесь воровство элит? Народ снизу в России никогда этого не остановит, потому что он слишком связан. Нитями коррупции со своим участковым, со своими какими-нибудь школьными и медицинскими работниками, со своим чиновником и дальше с мэром и выше. Понимаете, в России остановить грех, в том числе грех коррупции, может только верховная власть сверху. – Так, отец Владимир, смотрите, это же позитивный вариант. Оказывается, то, что российская интеллигенция, отличающаяся, как сказал отец Всеволод, русофобией, она произносила слова культ личности с возмущением, а это было позитивное явление. – Ну, знаете, вот у нас в Италии тоже происходит борьба с коррупцией, происходит постоянно. Постоянно она происходит. Это просто образ жизни, коррупции и борьба с коррупцией. При этом она происходит очень мягко. В 90-е годы, в начале 90-х годов была у нас такая операция, когда называется «Чистые руки», и все там предприниматели, банкиры, ну, как сказать, шли просто горьбой в тюрьму. Вот, так сказать, вот эта самая финансовая власть. Ну, она ненадолго шла, на два года в хорошие условия. Но тем не менее, в общем, так сказать, это на них произвело впечатление. И коррупция, в общем, теперь вы не можете купить карандаша в магазине, потому что вам не дали чек, не отчитали в том, что они продали за 30 копеек вам карандаш, потому что финансовая полиция может подойти и спросить. Они не нажились ли на этом они карандаше? Что они должны, зато карандаша, должны платить науку. Это нормальное дело. Страны похожи, кстати. Нормальное дело, нормальное в цивилизованном государстве. Все это прекрасно работает. То есть это не прекрасно работает, но это может прекрасно работать, и это как-то работает. Без всяких, так сказать, отрублений голов, и без, в общем, такого жуткого насилия, в том числе финансового насилия, которое происходит здесь, на Западе. То есть здесь, в России. В каком смысле финансовое насилие в России? Нет, ну вот финансовое насилие, когда человек получает крошечную пенсию, проработав всю жизнь, после этого, значит, умирает от боли, потому что у него нет денег на лекарства, эти самые... Не совсем так, потому что эти лекарства запрещены, или мало ввозятся, и их не хватает в пакете. Или когда за... Но ведь страдания благодатствуют душу, эти силы. ...пересадку спинного мозга, ребенку нужно родителям продавать квартиру, понимаете, вот этого, так сказать, в нормальном обществе нет. Вот это вот насилие финансовое. Ну, это, между прочим, плод того, что Россия слишком быстро приняла западные порядки, экономические и политические, и часто приняла их в таком, знаете, утрированном, вульгарном виде в 90-е годы. А хотите понять, как идет речь? Каждый сам за себя, пусть не не удачник плачет. Собственно, капиталистическая система, стремительный отказ от достижения социальной системы советского периода. Еще раз, если на Западе эта система все-таки сбалансировала, была в том числе, благодаря существованию Советского Союза, профсоюзов, коммунистической идеи и так далее, что в России Запад боялся, я про Запад, простите, говорю, Запад боялся слишком сильно обидеть простых трудящихся, чтобы не дать Советскому Союзу возможности их... Отец, нет такой личности, которая называется Запад, которая чего-то боялась и не радовалась. Но, слушайте, есть такая система, как капитализм. Так вот, капитализм на Западе уравновешивался страхом западных элит перед коммунистической идеей и перед Советским Союзом, уравновешивался профсоюзами, уравновешивался со социальными протестами. У нас в 90-е годы этого всего не было. Мы вот так приняли формальную западную систему со всеми ее минусами, не имея ее плюсов, потому что у нее не было противовеса. Вот так и получились бандитские 90-е годы, так получилась несправедливая приватизация, собственно, несправедливый, и назвал даже Путин. Пришел мощный человек, и исполнился продажи. По крайней мере, остановил вот это скатывание беспредел. Мы будем спорить о Западе, мы будем терять время. Пожалуйста. Но, мне кажется, это и есть сталинизм, когда... Сталинизм на Западе сегодня есть. Оправдывают зло западным злом. Это формулировка Бердяева. В революции зло было побеждено злом. Зло побеждено злом, да. Вот, значит, и потом уже зла на Западе нет, а все оправдывают российское зло тем, что есть западное зло, с которым надо бороться. Вот у вас в Италии люди умирают от голода, и каждый сам за себя, вот, поэтому надо в России мощную личность, и чтобы власть передавалась к нам. В России капитализм хуже, чем в Италии, но Россия все-таки еще имеет возможность, благодаря в том числе своей военной силе, предложить альтернативу капитализму. Видите? Альтернативу, от которой лучше было бы и России, и Западу. Это не сталинизм, это милитаризм, простите. А что, в сталинизме не было милитаризма? Сталинизм был милитаризм, но это было гораздо больше, чем милитаризм, понимаете? Это только... милитаризм, это только часть... Назовите мне 10 отличий финской кампании от украинской 2014 года. Ни одного нет. Отличия от чего? Двух войн. Финский, вот, вторжение Сталина в Финляндию, вторжение Путина в Украину. Идеологическое оформление, подготовка, но только что там был... Но здесь все-таки есть. Путин не объявил, что она вторгается в Украину. Сталин тоже не объявлял о вторжении. Он создал правительство Кекканина, да? Да. То есть вся та же самая пропаганда. Кусинина, прошу прощения. Это... Вот в этом суть Сталинизма. Потому что он создал правительство, он создал вождя, который выражает подлинную волю финского народа. Вот. Вот это и есть Сталинизм. Хорошо. Кстати, это правительство, очевидно, выражало волю какой-то части финского народа. А кампанию в Финляндии использовали самые разные силы, понимаете? Бывает так, что большие державы делят территорию меньших держав, меньших стран, и при этом каждая из сторон оправдывает это агрессией или потенциальной агрессией другой большой державы. Я посмотрел недавно гитлеровскую хронику, оправдывающую 22 июня 45-го года. Сорок... Да, извините, конечно, с сорок первого года. Так вот, вся пропаганда, оправдывающая 22 июня, была построена на коротком описании истории советской агрессии против свободной Европы. И начинается это оправдание с Финляндии. И вот они напали на Финляндию, у них были планы напасть на целая другие страны Европы, потом на Германию, поэтому мы спасаем свободный мир от жуткой красной угрозы, от комиссаров, от большевиков. Всегда в таких случаях какая-то идейная подкладка под любым действием по перемене политических границ имела место. Поэтому, знаете, не сталинская подкладка, связанная с тем, что освобождали Финляндию от белых, от белых финнов, еще от кого-то, не гитлеровская подкладка, не современная западная подкладка меня не вполне убеждают. А путинскую убеждают? Мне рассказывают... Путинская, а где она? Собственно, вот... Вы правы, кстати, видите. Маленькая деталь. Наши власти относительно Украины почти все время молчат. Расскажу. Преподаватель военного дела рассказывал нам о военной пропаганде во время войны. И он сказал, когда вещали на немцев, немцы начали стрелять и очень волновались. И они не любили слушать советскую пропаганду. Когда вещали на финнов, они абсолютно не волновались. Было полное молчание. И потом результат был хуже всего. Потому что когда шли в атаке, то, так сказать, и встречали пулеметы. То есть они никакого, так сказать, никакого соприкосновения внутреннего, никакого соблазна, вот впитывать эту пропаганду о том, что Курсин – это подлинная вождь настоящего финского народа, у них не было. Они, так сказать, защищали свою роль. Я позволю себе тогда уж еще все-таки одну цитату. Потому что вот отец Всеволода писал пропаганду в связи с финской войной и в связи с нападением 22 июня. Значит, путинское вторжение в Украину породило Гиркина. Я не очень знаю, кто сейчас в Донецке возглавляет ДНР, но это же такая же фигура, как Кусинин. А слова Ца Всеволода 1 марта 2014 года, знаменательная дата. Будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления. Еще в 95-м году Всемирный Русский Народный Собор заявил, что русский народ – разделенная нация на своей исторической территории, которая имеет право на воссоединение в едином государственном теле, являющейся признанной нормой международной политики. А почему Россия не имеет права и не имеет долга, скажем, больше защищать своих граждан, людей, которые говорят по-русски, которые чувствуют себя русскими людьми? А это не солидизм? Я считаю, что вот... Это не солидизм, нет. Это другое дело. Когда где-то страдает хотя бы один американский гражданин, Америка вмешивается в том числе часто силовым образом. Почему у России нету долга, нету права на долг защищать тех, кто считает себя частью русского народа на самом деле? Отец Владимир, может быть, не отвечать на этот вопрос? Давайте вернемся к сталинизму. Если финская война не сталинизма... На эту тему же все сказано, понимаете? И абсолютно все ясно здесь. Это есть какие-то позиции так, русский народ защищает, так сказать, Геркина, Кусиня. Оставим это все дела. Давайте вернемся к сталинизму, который, с моей точки зрения, не осмыслен с христианской точки зрения. Это очень важно. Осмысляйте. И продолжается разговор, что у Сталина были положительные черты, у Сталина были отрицательные черты. И что надо, так сказать, отрицательные мы повторять не будем, а положительные мы, в общем, должны снова воспроизвести. Это, с моей точки зрения, полный бред. Потому что полное непонимание того, кем был Сталин и кем была его эпоха. Кем? Так сказать, вот Сталин это было выражение некой, так сказать, ложной идеи, на которой была построена целая государство, целая система, скажем, геократия. И он был ее, так сказать, самым, так сказать, он был ее вершиной. То есть Сталин это безбожие, это коммунизм, да? Это не только безбожие. Это вообще, так сказать, это ложная вера. Прежде всего, это нарабанит. Вера на что? Вера, так сказать, вера, ну, это вера довольно достаточно, так сказать, развернута. Вера в светлое будущее. Человека в прогрессе. Вера в то, что коммунистическая партия ведет народ, так сказать, вера в то, что... И все-таки, отец Владимир, я от имени покойного ценностей сомнений позволю себе сказать, что сталинизм это прежде всего вера в Сталина. Точно так же, как расшизм, это вера в Путина. Не вообще в какую-то идею. И в этом смысле мы обсуждаем, как мне кажется, то, что актуально. Вера в мощную личность. В этом смысле идея сталинизма та же, что и у нацизма, и у Муссолини, кстати. Вот, только на Западе это теперь уже смотрится комично. Нет, это не так. А как? Не так. По той причине, что эта система существовала и без мощной личности. Вот, скажем, там Хрущев дал еще лет 15 ей жизни. Потом она уже стала, так сказать, внутренне иссыхать. Она, так сказать, и потихонечку крошится. Потихонечку. Она, наверное, долго еще крошится, скажем так. Но, тем временем, это было неизбежно. Вот такой вот могучий, так сказать, дуб, который, в общем, все разъединено в секунду. А можно сравнить с кустом крапивы, а не с дубом? С кустом крапивы она все время растет и все время зеленая. Она живая. Вы знаете, действительно... Сталинизм нет. Вот, сталинизм, да. Так сказать, вот она росла на крови, потом, так сказать, в общем, эта кровь засохла, и все. И, так сказать, и засохла, и стала засыхать крапива. Я согласен с отцом Владимиром в том, что проблема сталинизма была не в наличии сильной личности и даже не в репрессиях. Часть сталинских репрессий были абсолютно неоправданными и неправильными и греховными. А часть? То, что пострадали священнослужители, крестьяне, дворяне только за свое происхождение. Это бесспорно было преступление и был грех. Когда уничтожили тех, кто в свое время уничтожал других, то есть первую большевистскую гвардию, это было с точки зрения истории справедливо. И большого сожаления о том, что эти люди, породившие террор, стали жертвой террора, я не испытываю. Но вот проблема действительно в том, что идея построения Царства Божия на земле любыми средствами, включая уничтожение большое количество людей, перекройку жизни целых социальных больших групп, таких как христианство, таких как дворянство, вот эта идея всегда кончается плохо. Строить на земле Царство Божие силой без Бога, это всегда плохо, это всегда кончается краком. Почему я не даю все-таки долгой жизни и нынешней системе, во главе которой поставлены интересы, земные интересы грешного человека? Сильные личности это не всегда плохо. И Наполеон был сильной личностью, не знаю, Кеннеди, Эйзенхауэр были сильными личностями, Рейган был сильной личностью. Сильные личности очень много совершали правильных исторических прорывов. Плохо, когда у сильной личности в голове неправильная картина мира. Плохо, когда народ идет за сильной личностью в пропасть, в пропасть, которая всегда выкапывается историческими силами, которые пытаются, опять же, без Бога, силой, силой идеи или силой денег или силой оружия, построить некое идеальное общество, не отдающее себе отчетов в том, что человек грешен, человек вовсе не хороший сам по себе. Он, будучи лишен Бога, построит всегда какой-то ужас. Если сильная личность и вера в Бога, православие, святая Русь, то это позитивно? Ну, по крайней мере, если человек себя действительно ведет как христианин, они просто прикрываются верой в Бога. Ну, вот эта система может быть построена на 15 лет, потом будет опять 90-е годы. Почему? Ну, потому что это неизбежно. Вы, так сказать, строите насилием, так сказать, и ложной верой, так сказать. Нет, истинная вера, православная вера. Всякая вера, которая, так сказать, прививается и навязывается насилием, ложная вера. Так, минуточку. Ну, христианство часто, так вы знаете, утверждалось недемократическими средствами. В вашей же Италии, Константин Великий. В нашей Италии, в самой безбожной области, это там, где, так сказать, была власть Папы. Там больше всего атеистов. Там, где Папа был главой государства, Папская область и другие. Это верно. Там коммунисты у власти в Сирии, но теперь они уже другие коммунисты. Я хочу сказать еще по поводу репрессий и прочего. Вот две важные вещи, которые я хочу успеть сказать. Первое. То, что система сталинизма преступная, даже если бы там не было ни одной жертвы, даже без единой, этого не могло не быть. Но даже без единой жертвы она была преступной, потому что она построена на ложной насильственной вере. Это первое. А второе, совсем другое, это то, что, когда церковь говорит о сталинизме, люди церкви, как уважаемый отец, все, вот и прочие, они всегда говорят, а вот сколько наших погибло. Вот это вот позиция, с моей точки зрения, не очень христианская. Мы должны думать даже о всех погибших, даже о тех палачах, которых там замочили и расстреляли. Потому что церковь должна быть ответственна и нести боль всех себе. А я прошу прощения. На самом деле, слушайте, если бы к какому-нибудь там 20-му году в России сверли бы большевиков и утвердилась бы власть, связанная с христианством, связанная с настоящей русской традицией, Корнилов, да, они были бы обязаны, я считаю, если не уничтожить, то, по крайней мере, интернировать значительное количество вождей большевизма. Давайте еще одну цитату. Важнее большевизма, да, да, конечно. Я на самом деле считаю, что... Если бы пришлось уничтожать, надо было уничтожать. Да, отец Всеволод, 12-й год. Я считаю, что наши верующие в 20-е годы, когда Ленин инициировал репрессии против них, должны были отвечать иначе. Ну, все-таки репрессии 20-х годов, это как раз Сталин. Они должны были отвечать всей силой оружия, нравственное дело, достойное поведение христианина, уничтожить как можно больше большевиков. Надо было брать власть, надо было свергать большевиков, и надо было добиваться того, чтобы, по крайней мере, активная часть большевистского движения была бы интернирована. Как муссолини. Если бы они сопротивлялись, надо было бы их уничтожать, конечно. Муссолини, ну, мало, муссолини еще не очень, но Франко зачистил. Муссолини. Хорошо. И страна живет до сих пор достаточно хорошо и стабильно. Испания. Да. И даже некоторые вспоминают хорошо, что вот в моем маленьком городке при Муссолини что-то построили, а вот как кончилась война, начались демократические правительства, которые каждые 8 месяцев сменяют друг друга, так ничего и не... А, скучает народ по такой серьезной власти. Конечно, Муссолини мне оправдывали. Я даю справку, как историк. Потому что я помню, Максим Соколов восхищался осушением Папской области. Вот эти вот колоссальные болота, которые Цезарь не смог осушить. Вот. И Муссолини осушил. И уничтожение мафии. Чино, Сан-Филич и так далее. Да. Тем не менее, это было сделано какой ценой и затратой каких сил. И одновременно нищая, бедная, но демократичная Голландия совершила во много раз боли по части осушения. Не принимайте меня за сторонников Муссолини. Ага. Я не встречал. Сторонников Муссолини? Что они не могут себе представить, как это один человек может сидеть у власти и, так сказать, произносить глупые речи. А почему глупые? Отец Владимирович, зачем сразу передержка? Если человек сидит у власти и говорит умные речи во имя Христа, как это делал Константин Великий, император Этон Третий и так далее. Вы знаете, итальянцы трех вещей не могут просить Муссолини. Первое – это то, что захват власти такой, и не было выбора, но это понятно. Потом так называемые расовые законы против евреев. Но самое главное – то, что он их погнал в Россию. Вот этого они не могут понять. Вот там так холодно. Они же не дошли до России. Все эти приключения происходили в Украине. По-моему, ни один итальянский полк на территорию собственного России не был. Я вам расскажу одну историю, я недавно давал в интервью, но историю, которая у меня глубоко потрясает. Вот реальная история. Окруженная итальянская армия. Зима. Значит, у них нет другого выхода, кроме как сдаваться в плен. В плен они не хотят. В плен они знают, что замерзнут там навсегда. И вот они, выхода нет. Они берут икону Донской Божьей Матери. И они идут на пулеметы. И вот они идут и идут. Их стреляют, они падают, они идут. И вот какие-то тысячи погибли, но какие-то сотни прорвались и вернулись в Италии, больше не воевали. И эта икона находится в Венеции. У нас осталось не очень много времени, две минуты. И все-таки тогда, отец Владимир, к вопросу о сталинизме. Вас бы устроил вариант отца Всеволода? Вариант, я бы сказал, острова Крыма, Аксенова. Вместо Сталина Колчак, православная диктатура, с последующей мягкой передачей власти, безо всяких выборов, как при Франко от монархии, восстановление монархии, но только ради Бога, без выборов, без политкорыстности и ее диктатуры, без американского засилия и так далее. Но с православием во имя проповеди настоящего Евангелия по всему земшару. Такое вам годится? Что значит, мне годится? Это утопия. Это утопия. Но она может засчастливиться на 10-15 лет. И все, и потом будет, так сказать, потом и падение будет его великое. И все. Потом уже никто не захочет слышать ни про Евангелие, ни про церковь. После этого. Отец Всеволод, вы не боитесь падения? Нет, вы знаете, я на самом деле не являюсь социальным оптимистом. Все-таки мы все читали апокалипсис. Сейчас мы знаем, что история человечества не будет развиваться в сторону духовности, мира и счастья. Но, по крайней мере, у нас есть возможность говорить, предлагать те или иные формы будущего устройства мира, и в том числе будущего устройства России. Услышат нас или нет, посмотрим. Главное говорить. Говорил отец Всеволод Чаплин. В нашей программе, посвященной сталинизму и его возможному эху в современной России, да и в мире, участвовали отец Всеволод Чаплин, настоятель храма Федора Студета в Москве, и отец Владимир Зелинский, настоятель общины западноевропейского экзорхата в Италии. Всех скорбящих радостей. Всех скорбя... иконы всех скорбящих радостей. Вот. Всего вам доброго. Возможность говорить на радио «Свобода есть», чем я всех нас поздравляю. Был бы Сталин, возможности такой бы не было. Белопрограмму Яков Кротов. Белопрограмму Яков Кротов.